МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В современных реалиях только возрастает. Да, Мария, к сожалению, мы, как всегда, с вами встречаемся по актуальной теме. И, к сожалению, в связи с этой тенденцией в последнее время, что повышенная такая тревожность среди населения. У нас мошенники, естественно, тревожность эту поймали. Они же у нас люди с вами такие опытные, активные, инициативные. И сейчас мы с вами поговорим о том, что, в общем-то, наверное, нам с вами кажется невозможным. Я просто расскажу вам конкретный случай, который у нас вчера произошел. Нам с вами это кажется невозможным. Но я просто хочу обратиться к нашим телезрителям. Я, в общем-то, буду давать советы, да, как с этим можно, ну, немножечко бороться. Не бороться, я бы так не сказала, но хотя бы себя от этого обезопасить. Вчера у нас поймали мошенников. Поймали мошенников одному 31 год, другому 36 лет. То есть такая вот бригадка, они быстренько сколотили эту бригадку. Для тех, у кого пожилые родственники, да, вот, пожалуйста, уважаемые наши телезрители, послушайте меня внимательно. Вот нам кажется, что такого не может быть. Но уверяю вас, что вот мы с вами все тоже будем когда-нибудь в возрасте. И неизвестно, как мы будем реагировать, да, на то, что происходит у нас в окружающей действительности. У нас пошла вот эта тема отключения свифта, и люди разволновались. Вот я вчера выступала на радио на Московском областном, рассказывала как раз нашим пенсионерам, как их коснется эта тема отключения свифта. Но одно дело рассказала я, другое дело рассказали и мошенники. Вот эти два активные инициативные товарищи звонили нашим гражданам такого уже сильно пожилого возраста. Это кто-то слил базу из Берегательного банка Российской Федерации, как раз там, где хранятся у нас пенсионные накопления. Звонили и запугивали пожилых людей. Свифт отключают. Отключают свифт, лишитесь пенсии. Лишитесь пенсии, да, ну что же делать? Что же делать? Но мы вас спасем. И как они предлагали спасать? Ой, Мария, призов. Доверчивых бабушек и дедушек? Вы знаете, вот насколько у нас все-таки хорошие люди, добрые, и действительно доверчивые спасали совершенно ужасным, ужаснейшим способом, который вот невозможно себе представить. Нашли их на последнем, вот на крайнем случае. Свифт у нас только, мы заговорили, это три дня было, да. Подтвержденный случай такой уже был шестой. То есть вот это шестая обманутая бабушка. Суммы необыкновенные, там от миллиона и больше. Но последняя бабушка у нас сняла 750 тысяч рублей. Звонили и говорили, что вам нужно сходить в банк. Убеждали людей, люди шли в банк, снимали деньги и выбрасывали эти деньги с балкона. А внизу стояли спасители. Вы можете себе такое представить? Нет. Нет. Значит, как... Это происходило в Одинцово? Нет, это происходило не в Одинцово. Их ловили по Москве и Московской области. Слава Богу, не у нас, но не важно, практически у нас. Они вот здесь вот, собственно говоря... В нашем регионе. Да, они здесь и перемещались. Они звонили нашим пожилым людям, запугивали их Свифтом, запугивали потери пенсии. И вот эта бабулечка, которая 85 лет, 86 год, пришла, оказалась разговорчивая. Пришла на взберегательный банк, а там оказались хорошие люди, ответственные сотрудники. И они ей говорят, бабулечка, а зачем же вам вот прямо сейчас вот срочно нужно 750 тысяч? Что у вас такое случилось? Она говорит, да ничего мне не случилось там, сынки и дочки. Я же от вас-то спасаюсь. Пенсию-то спасаю я. Свифта у вас отключат. А что же мне делать? Как же я без пенсии-то жить буду? Они говорят, а как же вы, бабулечка, пенсию-то спасете? А вот я сейчас домой приду, на балкон выйду и вниз кину. А там спасители стоят, аж двое. Они тоже, сотрудники, были в шоке, но тем не менее они позвонили тут же в полицию. В полиции выдохнули, поняли, что вот как раз нашлись эти предприимчивые граждане, быстренько организовали полицейскую операцию. Пришла эта бабулечка, никто ее не трогал по дороге, действительно. Она дошла до дома, поднялась на свой этаж, вышла на балкон. Бабушки, естественно, ничего не стали говорить, чтобы ее не пугать. Просто за ней следили. Вдруг там по дороге кто-то что-то. Нет, нет, у нас мошенники очень опытные. То есть вы представляете, как они, людей, да, вот как они на них воздействуют. Вышла она на балкон, из балкона кинула вот этот сверток 750 тысяч рублей. А внизу стояли эти двое товарищей 31 и 36 лет. Что делать? Как обезопасить своих близких? Как донести правильно до них информацию, что не нужно быть такими доверчивыми? Лишний раз перепроверять информацию. Лишний раз позвонить своим детям, внукам, правнукам и посоветоваться. Прежде чем идти куда-то что-то спасать или уж тем более скидывать с балкона пенсию свою. Но это действительно, в это действительно очень сложно поверить. И представить, что сегодня в 21 веке вот на таком, казалось бы, и люди так... Как они на них воздействуют. Попадаются. Да, какие у них способности психологов, гипнотизеров. Я все время об этом говорю. Как такое может быть? И вы представьте, Мария, какие у нас хорошие, по большому счету, да, какие у нас хорошие пожилые люди. Ну это, слава богу, повезло этой бабушке, что в банке оказались такие неравнодушные сотрудники. И они с ней заговорили, и им стало, с одной стороны, интересно, с другой стороны, я думаю, что они сразу же заподозрили, что здесь что-то нечисто. Что-то нечисто. Потому что сейчас идет огромная информационная работа в плане разъяснения жителям, как себя вести в той или иной ситуации. Очень много телефонных мошенников, звонков. Сейчас очень много сталкиваются люди, не только у нас, но и в других регионах, проблемами с картами. Но это, опять же, какого характера проблемы? То есть, да, здесь нужно, ну, опять же, не, наверное, не паниковать, успокоиться. Лучше обратиться в банк, в официальное представительство Сбербанка. О чем мы с вами многоократно говорили. И ни в коем случае, никакие свои данные не называть посторонним людям по телефону, даже если они представляются сотрудниками банков, этого просто не может быть. Вот сейчас мы с вами, Мария, вот мы для этого сегодня и собрались, да, чтобы срочно уведомить наших жителей, жителей нашего округа, жителей Подмосковья. Вот объясните, пожалуйста, своим пожилым родственникам, тем, кто вот подвержен панике, да, что нажимайте отбой, ничего с вами не случится. Самое главное не вступать в разговор, потому что вот как раз-таки вот эти все психологические давления, да, оно получается, когда вас пытаются втянуть в разговор. Вот вам слово, вы в ответ, ну и так далее, так далее, по цепочке. Совершенно верно. И вы уже теряете, наверное, и нить, и смысл, и просто делаете то, что вам говорят. То есть пожилые люди не способны этому противостоять. Значит, последнее, вот последнее, что у нас с вами идет в новостях и в сводках, да, о чем как раз предупреждает Центральный банк Российской Федерации. Действительно пошли вот масса вот этих вот звонков, связанных с отключением SWIFT. Вот у нас сейчас был конкретный такой вот пример, да, то есть бабушки, дедушки кидали у нас денежки с балконов. Хорошо, они кидают с балконов, они их переводят на карточки, каким образом их обрабатывают. Самый простой способ, когда людей уговаривают перевести деньги, даже не нужно выходить из дома. Представляете, этих обработали так, что они из дома вышли. А самый простой метод, да, перевести деньги на безопасный счет Центрального банка Российской Федерации. То есть вот Центральный банк уже и по телевидению везде выступает. Центральный банк говорит, нет, нет, то же самое, что и делайте сброс, просто никого не слушайте, делайте сброс. Никакой Центральный банк, никакие сотрудники Центрального банка не обзванивают простых жителей с предложением перевести на безопасный счет их средств. Да. Центральный банк Российской Федерации напрямую с гражданами Российской Федерации не работает. Он не работает с физическими лицами, он работает только с организацией. Если мы с вами говорим относительно SWIFT, то эта система, она, во-первых, относится к организациям, во-вторых, отключение ее представляет какие-то трудности для тех организаций, которые занимаются внешнеторговой деятельностью, внешнеэкономической деятельностью. Остальным всем, в общем-то, это все не так уж и страшно. Центральный банк Российской Федерации не работает с гражданами. Он никогда гражданам не звонит, не звонит. И никакого такого специального выделенного счета не имеет. Что у нас происходит? Да, просто мы с вами должны этот момент осветить. Мошенники звонят пожилым людям, в основном, конечно, пожилым людям, и говорят им вот то же самое, о чем я вам говорила. Все, SWIFT отключаются, дня на день вы останетесь без пенсии. Надо спасти все ваши вот эти пенсионные накопления. У нас же дедушки и бабушки, они же себе во всем отказывают, да? Они вот собирают у нас, прости господи, на похороны. Вот собирают и собирают. Вместо того, чтобы жить, покупать себе какие-то радости жизни, но это их право. Это их право, они, конечно, всего боятся. Но вот эти вот денежки, ведь денежки немалые, согласитесь, Мария, это немалые денежки. Это не 10 тысяч рублей. Это не 10 тысяч рублей, это миллионы. Те миллионы, которые они накопили за свою жизнь, они их заработали. Они их заработали. Они отдают вот таким непорядочным людям. Звонят и убеждают просто перевести, сделать перевод, либо там через Сбербанк онлайн, да, либо дойти до банкомата, либо вообще вот дойти просто снять деньги. Ну, в общем-то, убеждают людей перевести деньги на этот специальный счет Центрального банка Российской Федерации. Поэтому давайте мы с вами еще раз скажем, что, во-первых, сотрудники правоохранительных органов не могут знать априори, что там происходит с вашим счетом и так далее. Никто вам не может звонить. Это закрытая информация банковская. Для того, чтобы получить эту информацию, нужно сделать запрос, да, в рамках уголовного дела. Ну, вот мы с вами понимаем, ну, пусть это поймут и граждане. Это нужно сделать запрос в рамках уголовного дела. Чтобы люди понимали, что не может вам, уважаемые дамы и господа, не может вам позвонить сотрудник правоохранительных органов и сказать, что у вас со счета воруют деньги, вот в данный момент, да, либо... То есть это уже сразу говорит о том, что этот звонит мошенник. Да. Давайте вот сделаем вот один совет. Вот мы не будем говорить, что вот там мошенники, вот вам то-то сказали, а вы должны сказать то-то. Вот то-то сказали, а вы должны заподозрить то-то. Давайте вот совет будет один. Вот можно его прям разместить на сайте телекомпании. Совет такой. Если вам звонят по телефону незнакомые вам лица, если это не ваша дочь, не ваш сын, не папа, не мама, и разговор начинается про деньги, про деньги, вот любой разговор, и там возникает слово деньги. Вот как только слово возникает деньги, вы берете телефон и нажимаете кнопочку сброс. Вот прям нажимаете на эту красную кнопочку и ничего с вами не случится. Никакие деньги вы не потеряете, ничего вам не заблокируют, нигде ничего не остановится. Значит, последние рекомендации Центрального банка Российской Федерации именно такие. Мы не будем с вами квалифицировать, да, вот такой разговор, вот такой разговор. Если в разговоре вам позвонили незнакомые люди и просто возникло слово деньги, вы телефонный разговор сбрасываете, просто сбрасываете. Если вы человек беспокойный, если вы все-таки мнительный человек, да, какие у нас с вами рекомендации? Мы сто раз с вами об этом говорили. Мы звоним по телефону, указанному. На обратной стороне. На обратной стороне нашего банка. Все. Либо на официальном сайте данной кредитной организации. Больше никуда. Центробанк мы не звоним, потому что Центробанк у нас с физическими лицами не работает. Специального выделенного счета у нас нет. Вот мы сегодня с вами собрались для того, чтобы поймать вот этот вот момент. Хорошо, что вот вчера поймали вот этих предприимчивых граждан. Но ситуация, Мария, на самом деле вот такая сложная. Ирина Анатольевна, расскажите о новой операции Сбербанка, которая позволяет блокировать денежный перевод родственников. Как это работает? Оно не то, чтобы блокировать. Не то, чтобы блокировать. То есть Сбербанк вот специально для таких случаев придумал новую опцию. Она заключается в следующем. Что вы заключаете определенный договор с банком и указываете в качестве контактного лица кого-то из близких родственников. Молодого, понимающего, да, ну как бы ориентирующегося в ситуации. Мария, ну мы все будем с вами в возрасте, да. Может быть кто-то вот будет улыбаться вот над тем, что мы сейчас с вами говорим. Ну, кто его знает. Ну, как-то надо друг другу помогать. Надо заботиться о своих старших родственниках. И поэтому Сбербанк придумал эту опцию. Записывается фамилия, имя, отчество, да, там данные этого человека контактные. И когда вот такая вот бабушка у нас с вами обращается в Сберегательный банк Российской Федерации и просит сделать какой-то перевод, то этот перевод, он не делается сразу априори. Этот перевод сначала попадает на оценку вот к этому самому помощнику. И этот помощник смотрит и думает, насколько как бы этот перевод адекватен. И если хоть что-то у него вызывает какое-то, да, там, смущает его хоть что-то в этом переводе, хоть какая-то мелочь, он связывается вот с этим контактным лицом, которое указано в договоре, и говорит, что вот ваш пожилой родственник вот хочет 750 тысяч, да, снять со счета, отправить, да, на благотворительность в собачий приют Гав-Гав. Причем вот сейчас вот срочно, что будем делать? И, соответственно, вот этот вот контактное лицо говорит, ни в коем случае, ни в коем случае этот перевод, пожалуйста, приостанавливаем. Либо он говорит, все нормально, там, да, там папа или мама, кто-то отправляют деньги, куда я знаю, куда вот отправляют. Вот туда, куда я знаю. Согласитесь, что эта функция действительно очень хорошая. Если говорить о Москве, какую новую мошенническую схему раскрыли с налоговыми вычетами? Опять-таки, мошенники подсуетились под нашу вот эту вот тревожную ситуацию. Стали обращаться наши граждане за оформлением налоговых вычетов. Наши граждане пенсионного возраста. Они обращаются, да, поскольку у нас предусмотрены определенные льготы, да, нашим законодательством. Они обращаются, как положено, в банк приходят, пишут заявление. И сотрудники этого банка тоже собрали свою маленькую бригадку для заработка. Смотрят это заявление и отказывают данному человеку в получении данного налогового вычета. Ну, отказали, отказали. У нас же как люди, в основном безропотные. Ну, отказ пришел и отказ. А на самом деле этот вычет они оформляют, в дальнейшем денежки они за человека получают. А человек об этом даже не знает. То есть они деньги себе эти все присваивали. И выяснилось это тоже вот так вот совершенно случайно, как в случае вот с этой бабушкой. Ирина Анатольевна, ну и в завершении нашей программы давайте еще какой-то конкретный пример. Поговорим о хорошо забытом старом. Давайте. Вот сколько раз, Мария, мы с вами говорили, да, обсуждали то, что мошеннические схемы, они немножечко как-то где-то у нас выстаиваются, да, и потом опять появляются. Опять мошенники их откладывают на какое-то время, опять они появляются. Когда мы с вами только начинали вот этот проект, да, «Защитим старшее поколение от мошенников», когда вот я проводила лекции с нашими пожилыми людьми, как раз у нас вот стояла очень сильно тема, когда звонили мошенники и говорили, что кто-то из их близких попал в аварию и срочно нужно денег передать, да, чтобы откупиться от наших взяточников полицейских. Ну это было ужасно, но тут же было подвязано наше желтое такси, приезжали, забирали деньги. Вот на этой волне общей тревожности в обществе опять у нас регистрируются такие случаи очень активно. То есть мошенники опять достали эту схему и вот, пользуясь общей тревожностью, уже обмануты, вот зафиксированы случаи. Причем люди не такие уж и возрастные, там 67 лет, 77 лет. Вот я смотрю, сколько у меня тут написано. Вот 77-летний житель вот района Марина, города Москвы, отдал мошеннику более миллиона рублей, да. Еще одна жертва, там 67 лет, тоже в пределах вот этой суммы. То есть опять звонят, люди вот находятся в таком тревожном состоянии из-за того, что происходит. Они действительно не слышат, что им говорят по телефону. Вот они услышали, ваш там ребенок попал в аварию, нужно срочно решать эту проблему. Действительно, также подъезжают автомобили. Арестовали, арестовали, повезло опять, арестовали, и опять это молодые люди, главные организаторы, 30-летний, неработающий, ранее судимый москвич. Опять он у нас будет осужден по статье, по части 4, статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похоже, что это его любимая статья. Вот он по ней и работает, Мария. Но вот, к сожалению, мы с вами улыбаемся, но вот ситуация вот такая сложная, поэтому вот не зря мы с вами сегодня в этой студии. Хочется еще раз в завершении программы призвать всех быть внимательными, бдительными, не попадаться на уловки мошенников. Действительно, бывает очень сложно выпутаться из таких разговоров. Самое главное правило – не продолжайте разговор. Просто прерывайте, нажимайте кнопку «Отбой» и тут же перезванивайте своим родным, близким, уточняйте информацию. Либо обращайтесь непосредственно в официальные представительства банков, магазинов и так далее, и так далее, и так далее. То есть не попадайтесь… По знакомым вам номерам. По знакомым, по тем номерам, которые указаны на обратной стороне ваших карт. Либо вам давал ваш менеджер персональной банки. Будьте внимательны, и тогда ваше здоровье и ваши сбережения будут в порядке безопасности. Да, чего мы всем и желаем с вами. Спасибо, Ирина Анатольевна, за интересную беседу. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания.